Сегодня музыкальные и танцевальные коллективы выступают в честь ребят с онкогематологическими заболеваниями. Именно на их лечение пойдут все деньги, собранные на концерте, который организовали возле кинотеатра «Океан». Не остался в стороне от помощи детям и коллектив радиостанции ВИБИСИ. На протяжении трех недель они наполняли так называемую «Коробку храбрости». Каждый день дети, которые находятся в онкогематологическом центре, они подвергаются разным процедурам. И каждый раз им тяжело, страшно идти на ту или иную процедуру, будь то укол или что-то посерьезнее. И для них поэтому придумали такой мотиватор, что ты можешь взять любую игрушку из коробки. Радиослужители и сотрудники холдинга «Профи-Медиагрупп» собирали для детей различные игрушки. На праздники ведущий ВИБИСИ вручил наполненные коробки фонду «Сохрани жизнь», который организовал мероприятие. В скором времени все подарки передадут в больницы, где лежат ребята с онкогематологическими заболеваниями. Большая часть игрушек уже отвезена. Это те, что остались у нас сегодня не отвезенными. Мы их решили забрать от них. Здесь при вас. Еще раз давайте поаплодируем. Помимо концерта работала ярмарка, где можно было приобрести украшения, игрушки и другие изделия ручной работы. Вдобавок дети участвовали в мастер-классах по разрисовыванию пряников, плетению различных браслетов и нанесению аквагрима. К тому же присутствующих развлекали аниматоры. А теперь все вместе дуем, застаем. Шарик возвращается. На самом празднике детей с онкогематологическими заболеваниями не было, но они передали свои рисунки. И на втором этаже кинотеатра получилась небольшая выставка. Эти картины нарисовали дети с онкогематологическими заболеваниями. Возле каждого рисунка фотография юного художника. После праздника организаторы устроят аукцион, где распродадут эти картины всем желающим, а вырученные деньги пойдут на лечение детям. Директор фонда «Сохрани жизнь», по чьей опекой находятся ребята, заверила, что дети очень хотят, чтобы их картины купили. Для них это знак того, что они рисовали не напрасно. Такой праздничный концерт – это возможность привлечь массовое внимание к проблеме детей больных онкологией. Но ребята нуждаются в помощи постоянно, и сделать это можно в любой другой день. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова